Сегодня мы с вами поговорим про кастомизацию и встраивание табло с помощью JavaScript APIs. И сразу я хочу сказать, что этот вебинар достаточно технический, поэтому, может быть, для людей из бизнеса какие-то моменты будут не особо понятны, но все равно, даже если у вас нет подходящих технических навыков, я все равно вам советую посмотреть на этот вебинар. И все-таки я надеюсь, что я вам смогу объяснить вообще общую концепцию и зачем нам нужно задумываться про встраивание табло. Меня зовут Софья, и я консультант продуктов компании Табло. И во время вебинара у вас будет опция написать вопросы в окошко Q&A, и, пожалуйста, задавайте вопросы, там мои коллеги Елена и Юлия ответят их. Но если какие-то вопросы останутся неотвечены, то мы, соответственно, с вами разберем их уже под конец вебинара, где мне Елена и Юлия уже напишут какие-то самые распространенные вопросы. Ну и давайте поговорим коротко о том, что мы сегодня рассмотрим. Первое, мы с вами должны понять, что такое JavaScript APIs и вообще зачем нам это нужно. Я вам покажу различные примеры порталов, которые были сделаны нашими партнерами, нашими клиентами, также порталы, которые мы используем для демонстрационных целей. И, соответственно, потом мы с вами возьмем уже один дешборд, который опубликован на моем канале в Табло паблике, и выполним три упражнения, которые вам помогут понять основные функции JavaScript APIs и как вообще это работает. Ну и в последнем пункте мы с вами поговорим уже про такие более сложные вещи. Это как интеграция, например, Табло с различными библиотеками D3 и другими порталами. Ну и, конечно же, я надеюсь, что после этого вебинара вы сможете понять, что такое JavaScript API и как мы используем это в Табло, то есть зачем нам нужно знать про JavaScript API, чтобы заниматься встраиваемой аналитикой. Второе, мы с вами разберем различные примеры, которые вам помогут понять, как вообще все это работает на бэкэнде, то есть что происходит с различными функциями, как это влияет на конечный результат. Ну и, конечно же, мы надеемся с моими коллегами, что после этого вебинара вы сможете использовать эти знания для того, чтобы начать свой первый проект встраиваемой аналитике. Давайте с вами сейчас разберем различные примеры порталов. Вот я подготовила различные варианты, чтобы вы могли посмотреть уже непосредственно на конечный результат. Вот, например, как вы видите, сейчас на экране у меня изображен просто обычный веб-сайт, вот, и мы с вами нажимаем на опцию «Клиентский логин». Вот, теперь я могу ввести свои credentials и зайти под именем Кейси. Давайте посмотрим, что доступно Кейси. Как вы видите, у нее есть отдельное меню аналитики, где встроены различные дашборды. Вот, мы с вами можем, например, выбрать какой-то один дашборд и посмотреть, как будет смотреть на этот Кейси, то есть наш конечный пользователь. Вот, как вы видите, у нас здесь изображены визуализации из табло. То есть для тех, кто знает, как выглядит табло, вообще наш интерфейс работает в табло-десктопе. В принципе, понятно, что эта визуализация пришла из табло, но для конечного пользователя это совершенно незаметно. Вот, но, естественно, вся интерактивность у нас является абсолютно такой же, какую мы ее установили на табло-десктоп уже непосредственно. Вот, ну и в данном случае Кейси доступны различные функции. Например, она может что-то отфильтровать на карте и потом нажать на кнопку и сбросить этот фильтр. Вот, также можно взять и экспортировать данные, если она захочет, и даже редактировать этот дашборд прямо в браузере, вот, что достаточно удобно. То есть что это нам дает? Это нам дает возможность поместить нашего конечного пользователя в привычную среду для них, то есть какой-либо портал, вот, или, предположим, клиентский портал, но, опять же, они могут иметь доступ к функционалу, который доступен пользователю с лицензией Explorer уже непосредственно на табло-сервере. Вот, и здесь вы видите, мы можем с вами создать какую-либо новую визуализацию и сделать это так называемый self-service. Вот, следующий портал, который я вам хотела показать, это портал, сделанный нашими партнерами. Вот, давайте я сейчас перезагружу страницу и посмотрим вообще, как выглядит конечный результат. Как вы видите, вместо кружочка, который крутится обычно при загрузке какого-либо дашборда на табло-сервере, у них иконка, вот, то есть это тоже они сделали с использованием JavaScript APIs. Вот, у нас с вами здесь есть дашборд, опять же, такой же интерактивности, то есть, в принципе, здесь уже ничего особенного. Вот, и что интересно, у них вместо кнопок есть различные иконки, которые дают нам возможность использовать различные функции табло. То есть мы с вами можем, например, сделать фуллскрин, сбросить все фильтры, например, обновить данные, экспортировать PDF. Вот, тоже достаточно интересный пример, как, используя навыки программирования, люди сделали такой интересный портал, который доступен в открытом доступе. Вот, также еще последний пример я вам хотела показать. Это дашборд, сделанный дочерней компанией Accenture. Вот, тоже это все находится в свободном доступе. Вы также можете пройти по этой ссылке и посмотреть различные примеры, обстраиваемой аналитики, то есть, как наши клиенты и партнеры это реализовывали. Давайте с вами зайдем на «Финансы и HR». Вот, и мы с вами, опять же, видим набор определенных дашбордов, то есть, сразу нам доступен так называемый превью вообще того, что находится в разделе «Финансы и HR». Вот, ну и, как вы видите, уже нам всем понятно, что эта аналитика пришла из табло. Вот, соответственно, тоже вот у нас есть различные листы визуализации, и мы с вами можем переключаться и смотреть какую-либо аналитику. Вот, достаточно интересные примеры. Ну и давайте с вами вернемся к презентации. Вот, и вообще поговорим, зачем нам нужно задумываться о встраиваемой аналитике. Вот, во-первых, что хочется сразу отметить, встраиваемая аналитика, по-английски называется Embedded Analytics, считается одним из самых значимых трендов индустрии. Вот, и на экране приведена определенная статистика, сделанная Тонсом Ройтерс. Они опрашивали различных экзактивов в компании о том, что они думают насчет встраиваемой аналитики. Пришли к такому выводу. Большинство компаний считает, что встраиваемая аналитика им помогла улучшить их финансовое положение. То есть, используя какие-либо аналитические предложения для своих клиентов, также внутри компании, компании все-таки улучшили их прибыль, вот, исходя из этого опросинка. Вот, также еще большинство людей в компании заметило, что благодаря встраиваемой аналитике у них спало количество запросов в IT-департамент. Вот, как вы помните, на первом примере, когда я вам показывала, что Кейси может редактировать дэшборд внутри их портала прямо в браузере, это значит, что мы даем конечному пользователю возможность использования self-service, основное преимущество табло. Вот, и, соответственно, благодаря этому компании снизили количество запросов в IT, просто потому что конечный пользователь может ответить на какие-то вопросы уже самостоятельно. Вот, и что еще хочется отметить, это то, что 91% управляющих считает, что встраиваемая аналитика позволяет улучшить вовлечение конечного пользователя. Вот, как мы с вами убедились на примере Кейси или на любых других примерах, тогда, когда мы с вами берем дэшборд табло и помещаем это в какую-либо привычную среду для конечного пользователя, так называемый внутренний портал или интранет, я знаю, что у большинства компаний такое имеется, то, соответственно, конечному пользователю не нужно будет каждый раз заходить на табло-сервер или табло-онлайн, чтобы посмотреть какую-либо аналитику. То есть они просто будут использовать вот этот единый портал, где у них есть доступ к каким-либо другим приложениям, вот, и также у них будет какой-либо доступ к аналитике в табло. Вот, и это достаточно удобно. Вот, что еще хочется сразу отметить, это то, что некоторые наши клиенты, они использовали предложение о встраиваемой аналитике как дополнительную опцию для того, чтобы увеличить прибыль для их компании. Вот, предположим, у компании есть какой-то определенный набор клиентов, и они предоставляют вот эту встраиваемую аналитику за отдельную плату. Вот, предположим, они регистрируют своих клиентов в какой-либо внутренний портал и говорят, что вот вы заплатите определенную сумму в месяц, предположим, оформите подписку на наше предложение, а взамен вы получите доступ к встраиваемой аналитике. Вот, то есть, опять же, таким образом вы можете получить return on investment, который вы вложили уже непосредственно в продукты табло. Вот, и давайте с вами разберем, что мы подразумеваем вообще под простым встраиванием табло-дешборда. Вот, как вы видите, у нас с вами на экране есть скриншот всеми знакомой кнопки share, то есть поделиться дешбордом. Вот, у нас наверху есть embed code, то есть это уже готовый код с JavaScript APIs, который мы просто будем использовать для того, чтобы взять и вот просто поместить дешборд на наш внутренний портал. Вот, также у нас внизу есть ссылка, ссылка на дешборд. Мы с вами сегодня будем работать именно с ссылкой, link называется по-английски, для того, чтобы использовать все функции JavaScript APIs и продемонстрировать вам различные примеры. Вот, ну что, если мы хотим, опять же, пойти дальше, чем вот это простое встраивание, то есть нам не нужен просто дешборд. Нам нужно сделать такой достаточно комплексный проект, например, с какой-либо аутентификацией, с различными дополнительными функциями для конечного пользователя. Например, мы хотим добавить какую-либо фильтрацию. Вот, и именно для этого нам нужны JavaScript APIs. Вот, первое, JavaScript APIs помогает нам встроить дешборд в наш веб-сайт, то есть банально взять и поместить так называемую референс от табло-сервера в наш портал, то есть показать дешборд на нашей HTML-странице. Второе, JavaScript API помогает нам использовать креативные решения и кастомизировать наш дешборд. Вот, как вы видите, все порталы, которые я вам показывала ранее, они отличаются сами по себе, то есть они не выглядят так, например, как мы привыкли видеть аналитику на табло-сервере в одном каком-то пользовательском интерфейсе. То есть используя JavaScript APIs, мы с вами можем кастомизировать уже результат для конечного пользователя. Вот, ну и, конечно, последнее, используя JavaScript API, мы можем расширить возможности нашего дешборда, то, что нельзя сделать с помощью табло. Вот, ну и как это работает? У нас с вами есть HTML-страница, и у нас есть с вами определенный дешборд, который мы помещаем в эту HTML-страницу, используя функцию «загрузить визуализацию», то есть load with. И, соответственно, в этом случае мы с вами просто создаем референс к нашему JavaScript API, который просто является ссылкой. Вот, но также нам доступны еще различные функции. Вот, например, если я хочу отфильтровать какое-либо значение, я могу взять, нажать на кнопку, и мой дешборд, в данном случае моя визуализация, отфильтруется уже до какого-то определенного значения. То есть это сделать достаточно удобно. Конечному пользователю не нужно будет заходить и кликать на фильтры, уже доступные дешборда. Вы можете просто использовать функции JavaScript API для того, чтобы отфильтровать уже этот дешборд. Вот, ну и, конечно же, нам доступно намного больше различных функций, о которых мы сегодня поговорим с вами в течение этого вебинара. Вот, что вообще нам нужно сегодня? Первое – это нам нужна какая-либо фисуализация, какой-либо дешборд. Дешборд может быть опубликован на Tableau сервере, на Tableau онлайн и также на Tableau паблике. Вот, понятное дело, в реалиях современного бизнеса нам требуется определенный уровень безопасности, пользовательские разрешения, поэтому большинство наших клиентов, которые используют встраиваемую аналитику с Tableau, они все-таки держат свои визуализации на Tableau сервере. Но для сегодняшнего вебинара мы с вами будем использовать визуализацию, которая опубликована на моем канале на Tableau паблик. Вот, не обязательно иметь только Tableau сервер для того, чтобы использовать встраиваемую аналитику. Но, опять же, это желательно. Вот, второе – нам нужна будет HTML-страничка. Она у меня уже создана. Вот, но это просто используя любой текстовый редактор, вы можете легко ее создать. Вот, третье – мы будем использовать ссылку на APIs из нашей библиотеки JavaScript API. Вот, хочу сразу отметить, что периодически мы выпускаем обновленные версии API с более расширенным функционалом и с более широким набором функций, поэтому, пожалуйста, следите за нашими обновлениями. Вот, ну и последнее – нам, конечно же, требуются базовые навыки JavaScript. Нам нужно понимать вообще, как это происходит. Вот, но не волнуйтесь, если вы никогда не программировали, используя JavaScript. Ничего страшного. Я постараюсь вам все достаточно доступно объяснить. Вот, очень важно, чтобы вы просто поняли общую концепцию. Вот, и что мы сейчас с вами будем делать? Мы разберем с вами несколько примеров. Я вам покажу, как взять и добавить несколько функций с использованием JavaScript API, как встроить дэшборд, и мы с вами будем идти шаг за шагом и вместе добавлять различные элементы на мою HTML-страницу. Вот, как я уже отметила ранее, мы будем использовать дэшборд на Tableau паблике. Вот, и первый пример, который мы с вами хотим разобрать – это простое встраивание и фильтрация. То есть, что я хочу сделать? Я хочу взять и поместить свой дэшборд в мою HTML-страницу. Я хочу, чтобы у меня в вебе отражался вот этот дэшборд про собак. Вот, и я также хочу профильтровать этот дэшборд, чтобы он отображался сразу на датчхунде. Вот, это, по-моему, по-русски называется длинношерстная мини-такса. Вот, мне очень нравится эта порода, поэтому я решила отфильтровать дэшборд по такому принципу. Вот, мы давайте с вами перейдем к демонстрации. Вот, сейчас я открою любой текстовый редактор. Вот, я использую Breakers. Мне просто он очень нравится. Я считаю его достаточно удобным, особенно для веб-дизайна. Но вы также можете использовать любой другой текстовый редактор, Notepad++, Visual Studio, какой вам угодно. Вот, смотрите, у меня сейчас есть заготовка с таким первоначальным скриптом. Я создала HTML-страницу, и у меня уже есть какой-то встроенный дэшборд. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот, я нажму Live Preview. Вот, у меня сейчас на другом экране открывается, как вообще выглядит у меня результат от этой HTML-страницы. Вот, я взяла дэшборд, который уже был опубликован на Tableau паблике, и просто его вставила сюда. Вот, но я сейчас хочу взять и заменить этот дэшборд, чтобы у меня отображался мой дэшборд про собак. Вот, давайте пойдем с вами на мой канал на Tableau паблике. Вот, ну и, как вы видите, это первоначальная версия моего дэшборда. Кстати, она была включена в рубрику Vis of the Day. И мы с вами первое, что делаем, это идем на кнопку Share. Вот, как вы видите, она находится внизу. Вот, и я нажимаю, и мне доступна ссылка. Вот, давайте сейчас он не перезагрузится. Вот, мы с вами берем и копируем вот эту ссылку. То есть это ссылка на дэшборд, который опубликован на Tableau паблике. То есть мы с вами не трогаем embed code, мы с вами работаем только ссылкой. Вот, ну и давайте с вами перейдем к моему редактору. И первое, что мы сделаем, это просто мы заменим вот эту вот ссылку на Tableau паблик, на мой дэшборд. Ну и давайте с вами посмотрим на конечный результат. Вот, мы с вами встроили дэшборд. Вот, как вы видите, сделать это достаточно быстро и достаточно просто. Нам всего лишь нужна ссылка. Вот, но для того, чтобы выполнить нам наше задание, мы должны добавить функцию для того, чтобы отфильтровать этот дэшборд на породу длинношортной таксы. Давайте с вами вернемся к нашему текстовому редактору и вообще разберем, что у нас здесь с вами происходит. Вот, у нас с вами есть HTML-страничка, видите, opening tag и closing tag. Просто банальные опции HTML-страницы. Вот, мы с вами дали какое-либо название. И сейчас что мы с вами видим? Мы видим ссылку на Tableau JavaScript APIs. Вот, стоит сразу отметить то, что у нас разные APIs для Tableau паблика, для Tableau онлайн и Tableau сервера. Поэтому, чтобы проверить, какую ссылку вам нужно использовать, обязательно посмотрите на нашем девелоперском портале. Вот, в данном случае у меня визуализация, которую мы сейчас с вами добавили, пришла из Tableau паблика. Соответственно, APIs я использую из Tableau паблика. Вот, опять же, я обозначаю, что мы с вами используем JavaScript. Я указываю скрипт-тайп JavaScript. Вот, и первое, что я использую, это функция для того, чтобы загрузить визуализацию. И создаю контейнер. Вот, потом я помещаю эту визуализацию из Tableau паблика в этот контейнер. И внизу у меня, понятное дело, есть различные опции. Вот, например, я указываю, что мой контейнер должен быть определенного размера, формата и так далее. Вот, достаточно простой пример. Вот, ну и давайте с вами добавим первую функцию для того, чтобы отфильтровать уже непосредственно наш дэшборд на породу таксы. Вот, функцию, которую мы будем с вами использовать, называется Filter Single Value. Функции, которые доступны в Tableau, они, опять же, доступны на нашем девелоперском портале онлайн, поэтому вы все это можете посмотреть. Также у нас есть канал на GitHub с различными примерами. Вот, поэтому вам ничего не нужно будет самостоятельно додумывать. Все эти функции обозначены. Вот, ну и первое, что мы делаем, мы с вами пишем слово function. Вот, и называется она у нас как Filter Single Value. Вот, давайте с вами сделаем скобочки пустые, и теперь мы указываем property с этой функцией. То есть что функция будет делать. Вот, для того, чтобы нам что-либо отфильтровать, нам нужно указать, какой лист в Tableau мы будем фильтровать. Вот, и я сама создавала этот дешборд, и я знаю, что лист у меня называется цвет. И я должна указать свой активный лист в Tableau, на котором держится вот эта визуализация, которую мы будем впоследствии фильтровать. Вот, и я пишу active sheet, get worksheets. Опять пустые скобки, dot get. И в скобках я теперь указываю название вот этого рабочего листа. Он у меня называется как цвет, то есть цвет собак. Вот, ну и я заканчиваю линию кода фразой apply filter async. Вот, и что нам теперь нужно сделать? Как вы помните, когда мы с вами подключаемся к данным в Tableau, у нас есть меры измерения. Вот, и мы сейчас с вами будем фильтровать на что? Мы с вами будем фильтровать на породу. Вот, соответственно, нам нужно указать поле, на которое мы будем делать вот эту фильтрацию. Вот, и я указываю, что я фильтрую на породу. Вот, там запятая. И теперь я должна указать, на какую породу я хочу отфильтровать. Вот, по-английски называется это Dutch Hunt. Опять в кавычках. Вот, и заканчиваем мы с вами эту функцию фразой tableau.filterUpdateTypeReplace. Вот, ну и давайте поставим с вами column для того, чтобы закончить нашу линию кода. То есть что мы с вами сейчас сделали? Мы с вами добавили функцию. Вот, но теперь нам нужно что-то, что будет активировать эту функцию. Правильно? То есть нам нужна какая-то кнопка, которая будет активировать эту функцию. Вот, ну и мы с вами ее будем добавлять перед нашим контейнером. Вот, и очень важно понимать, что мы с вами добавляем именно эту кнопку перед контейнером, потому что иногда скейлинг самого дешборда может меняться, и те кнопки, которые мы будем добавлять после контейнера, они как бы будут закрываться этим дешбордом, поэтому Best Practices всегда добавляйте кнопки сверху. Вот, ну и мы с вами пишем просто button. Вот, создаем кнопку, активируем ее на клике, соответственно, onClick. Вот, и теперь мы должны сделать референс на вот эту функцию, то есть какая функция активирует эту кнопку. Вот, называется Filter a Single Volume. Давайте скобочки. Закроем. Вот, и с вами закроем тег. И что мы хотим с вами теперь написать на этой кнопке? То есть конечный пользователь должен понимать, что эта кнопка делает. Ну и мы с вами напишем просто слово фильтр. Вот, то есть эта кнопка делает какую-либо фильтрацию. Ну и давайте с вами вернемся к нашему превью дешборда. Как вы видите, мы с вами добавили кнопку. Вот, ну и мы нажимаем на нее. Вот, и все это дело фильтруется до породы длинношерстной таксы. То есть используя просто одну кнопку, мы с вами можем взять и уже прифильтровать наш дешборд до какого-то определенного параметра. Вот, давайте с вами вернемся уже к нашей презентации. И посмотрим на следующее задание. Вот, как мы уже с вами поняли, что если мы с вами встраиваем дешборд, то какой-либо функционал из табло-сервера, такой как, например, веб-эдит, экспортирование в PDF, сохранение как изображения, нам становится недоступным, потому что мы просто с вами встраиваем дешборд и, например, спрячем тулбар. Вот, но мы сейчас с вами хотим добавить не только кнопку фильтр, но также кнопку экспортировать в PDF и экспортировать как изображение на этот дешборд. Вот, то есть, как вы видите, у нас нет никаких кнопок, которые пришли из табло-сервера или из табло-паблика. Мы с вами хотим добавить кнопки, которые выполняют эту функцию. Вот, ну и давайте с вами перейдем обратно в наш редактор и перейдем уже к следующему заданию. Вот, опять же, это определенно тот же самый набор функций. Вот, мы это пишем все в разделе «Наша функция». Вот, давайте с вами начнем с функции экспортирования в PDF. Опять же, мы с вами пишем «Function». И в данном случае называется она достаточно просто «Export PDF». Вот, пустые скобочки. И давайте мы с вами укажем, что эта функция делает. Вот, мы с вами пишем «Viz – Show Export PDF Dialogue». То есть, тогда, когда мы с вами кликаем на какую-то кнопку, активируется функция и отображается диалог, в котором мы можем выбрать различные опции для экспортирования в PDF. Абсолютно так же, как и на табло-сервере. «Viz – Dot – Show Export PDF Dialogue». Вот, и пустые скобочки. Мы с вами закрываем нашу линию JavaScript. Вот, опять же, что нам теперь нужно сделать? Нам также надо добавить кнопку. Давайте я просто продублирую, вот, «Command D». Вот, ну и теперь просто заменю «Reference» на функцию. Вот, то есть вместо «Filter Single Value» у нас функция теперь «Export to PDF». Вот, ну и опять же, давайте изменим название, чтобы конечный пользователь понимал вообще, что эта кнопка делает. Вот, «Экспортировать PDF». Ну и давайте с вами посмотрим на конечный результат. У нас с вами появилась еще одна кнопка. Ну и мы с вами нажимаем на «Export to PDF». Вы видите, у нас появляются с вами различные варианты того, как мы можем экспортировать. Вот, то есть функция у нас сработала. Ну и давайте с вами добавим еще одну кнопку «Экспортировать изображение». Вот, опять же, с вами начинаем писать «Function». Вот, ну и теперь называется это как «Export Image». Вот, принцип абсолютно такой же. Опять же, мы с вами оставим пустые скобки и задаем опции этой функции. Вот, в данном случае мы должны показать диалог экспортирования в изображение. То есть «Viz.showExportImageDialog». Пустые скобки и закрываем с нами нашу линию JavaScript. И давайте с вами сделаем еще одну кнопочку. Вот, опять же, такой же принцип. Мы с вами просто берем и заменяем функцию. Теперь делаем вместо PDF как изображение. Вот, «Export Image». Вот, и просто меняем название. Ну и давайте с вами посмотрим на наш конечный результат. Вообще получилось ли у нас что-то с вами сделать. Вот, у нас теперь есть три кнопки. Вот, мы с вами идем достаточно быстро. И мы можем взять и экспортировать этот дэшборд как изображение. Как вы видите, изображение было generated, и мы можем с вами его загрузить и уже сохранить. И сделать как называемый скриншот нашего дэшборда. Вот, ну и давайте с вами перейдем к следующему заданию. Вот, мы с вами достаточно быстро справились. Вот, с демонстрацией тулбаров. И пример номер три. Мы с вами поговорим про ивенты. Вот, ивенты – это такая более сложная уже функция для использования JavaScript API. То есть, что мы сейчас с вами хотим делать? Во-первых, нам нужно еще с вами добавить последнюю кнопку, чтобы убрать все фильтры для удобства, потому что у меня в источнике данных слишком много пород собак. Если я, например, хочу вернуть дэшборд к первоначальному виду, то мне придется идти уже непосредственно в фильтр и самой что-то выбирать. Но я хочу просто иметь одну кнопку «Удалить все фильтры», сбросить все фильтры. Я вам покажу, как это можно сделать. Это достаточно удобная вещь. И потом мы с вами будем смотреть, как можно будет брать и выгружать данные прямо на веб-странице, которая относится к какой-либо точке на визуализации. То есть, как вы видите, я с вами выбрала какую-либо точку на вот этом Radio Chart, на чарте «Солнышко», который показывает цвет различных собак. И сверху у нас с вами появились все данные, которые были использованы для создания этой точки. То есть, делать это достаточно легко, и я вам это покажу. И опять же, используя вот эту функцию про ивенты, мы с вами можем понимать вообще, что конечный пользователь делает на дэшборде. То есть, мы делаем дэшборд responsive к действиям конечного пользователя на нем. Вот, ну, мы с вами сейчас перейдем к демонстрации. Опять же, переходим в наш редактор. И давайте добавим с нами кнопку «Сбросить все». Вот, опять же, это сделать достаточно просто. Вот, начинаем с вами всегда с function, потому что это, опять же, является функцией. Вот, и в данном случае функция называется revert all, то есть «Сбросить все». Вот, ну, и давайте делаем различные проперти с этой функцией. Вот, и заканчиваем с вами нашу линию workbook2.revert all asynchronous. Вот, и давайте закончим нашу линию кода и добавим еще одну кнопочку. Вот, абсолютно такой же принцип, как вы видите, насколько быстро мы с вами создаем. Мы с вами создали уже практически четыре кнопки. Вот, давайте изменим функцию. Вот, сейчас делаем reference к функции revert all. Вот, ну, и давайте с вами опять же изменим название. Вот, то есть «Сбросить все». Ну, и давайте посмотрим, если мы с вами сейчас отфильтруем дашборд до маленькой таксы, которую мы с вами сделали изначально, то мы можем взять и нажать на кнопку revert all. Вот, и у нас с вами ничего не происходит. То есть это значит, что я сделала сейчас какую-то ошибку. Давайте с вами разберемся вообще, почему у нас с вами не работает что-то. Вот, давайте с вами посмотрим на функцию и попытаемся понять вообще, в чем у нас была ошибка. Вот, я здесь забыла букву «Т», то есть вполне распространенная ошибка с любым языком программирования, то есть поэтому у нас не работает. Вот, как вы видите, простая ошибка, просто в одной букве может нам, скажем, изменить результат. Вот, давайте с вами еще раз отфильтруем. Вот, и теперь мы с вами нажимаем на кнопку revert all, и мы возвращаемся к первоначальному виду дашборда. То есть сделать это достаточно удобно. Можем с вами выбрать какую-либо другую породу, даже, соответственно, из нашего фильтра, и использовать кнопку для того, чтобы этот фильтр сбросить. Вот, ну и давайте теперь с вами перейдем уже непосредственно к такой более сложной теме, как ивенты на этом дашборде, и вернемся с нами в наш редактор. Вот, там линия скрипта достаточно большая, и поэтому я ее скопировала. Вот, и давайте я сейчас ее найду и просто вставлю, чтобы не тратить время, и сама вам объясню вообще, что этот скрипт делает. Вот, мы сейчас с вами будем добавлять функцию listen to mark selection, которая нам позволит слушать за ивентами, которые происходят на дашборде. Вот, мы с вами добавляем эту функцию опять под всеми нашими функциями, то есть под кнопкой, которую мы сейчас с вами создали. Я просто ее вставляю. Вот, функция у нас называется listen to mark selection. Давайте сделаем все чуть поровнее. Вот, и первое, с чего мы начинаем, мы добавляем ивент listener на дашборд. Вот, мы говорим, что мы хотим получать данные в зависимости от того, какую точку на визуализации выберет человек. Вот, ну и, соответственно, потом уже идет такой конкретный JavaScript, который позволяет нам определить различные параметры, то есть какие данные мы будем выгружать при выборе вот этой точки. Вот, но нам этого недостаточно. Нам также нужно добавить ивент listener уже непосредственно на сам дашборд. То есть сейчас у нас с вами есть функция, но на самой веб-странице у нас нет этого ивент listener. Вот, и нам это нужно добавить, и мы это будем делать уже в самом начале. Вот, давайте с вами перейдем уже вот к нашей функции. Вот, как вы видите, у нас есть onFirstInteractiveFunction, вот, и мы с вами используем функцию getWorkbook и getActiveSheet. То есть эта функция делает то, что мы просто с вами отображаем дашборд из tablo-паблика, tablo-сервера, tablo-online на нашей HTML-странице. Вот, и именно в этом месте мы с вами будем добавлять функцию, чтобы слушать за выбранными точками на визуализации. Вот, ну и здесь просто пишем listen to mark selection. Вот, и мы с вами заканчиваем нашу линию, используя semicolon. Вот, теперь что нам нужно сделать? Мы с вами добавили вот этот event listener уже непосредственно на нашу HTML-страничку, в наш контейнер, где отображается визуализация. Теперь нам нужно добавить место, куда будет выгружаться результат, правильно? Вот, и логично это сделать в самом начале, вот, после нашей кнопки refer it all. Вот, мы с вами добавим div, то есть перед нашим дашбордом, перед нашим div-контейнером мы с вами добавляем еще один div. Вот, div-id. Называем это как mark-details. Закрываем. И, опять же, даем название как детали точек на визуализации. Вот, мы давайте с вами поставим двоеточие. И давайте с вами посмотрим уже на конечный результат, вообще или у нас что-либо с вами получилось. У нас с вами добавилась фраза mark-details, то есть детали точек на визуализации. Вот, ну и мы с вами выбираем какую-либо точку. И, как вы видите, все данные, которые были использованы для создания этой визуализации, для создания этой точки, они отображаются сверху. Вот, и мы с вами видим, что порода золотой ретривер, какой был цвет у этой собаки, когда это была собака зарегистрирована. Вот, и такой принцип, он достаточно удобен для того, чтобы нам еще сильнее расширить функционал уже непосредственно табло-дэшборд и, например, экспортировать эти данные и использовать их для работы с какими-либо другими библиотеками JavaScript APIs или, предположим, дистри. Но мы про это поговорим немножечко попозже. Давайте с вами перейдем к нашей презентации. Вот, мы с вами справились с последней частью нашего задания. Вот, и давайте с вами поговорим уже про функционал за пределами визуализации. То есть, что мы еще с вами можем сделать, используя JavaScript API. Вот, у нас с вами есть также GetData API. Вот, то, что мы с вами сделали, это такая очень короткая демонстрация вообще того, что GetData API может сделать. То есть, используя GetData API, мы с вами просто можем взять и отображать данные, которые были использованы для построения этой визуализации уже непосредственно на нашей HTML-страничке. Вот, то есть, мы используем определенные функции языки программирования для того, чтобы получить доступ к данным внутри визуализации. Правильно? Вот, и используя вот эти данные, мы с вами можем их перенаправить в любые другие библиотеки, такие как D3 или Pictures, то есть для того, чтобы расширить наш функционал. Вот, и существует две разновидности. Первая функция – это GetSummaryDataAsync, то есть возвращает нам агрегированные данные. Для тех, кто работает в Tableau Desktop, мы знаем, что если кликнуть правой кнопкой мышки, у нас есть две опции. У нас есть опция «Посмотреть на summary», у нас есть опция «Посмотреть на полные данные». Вот, GetSummaryData возвращает нам агрегированные данные, просто summary. Вот, ну и, соответственно, GetFullData, GetData возвращает данные внутри визуализации, то есть полностью данные. Это та функция, которую мы с вами использовали уже для того, чтобы отобразить все данные за визуализацией про собак только что. Вот, и используя эти данные, которые мы с вами выбрузили, мы с вами можем создавать кастомные графики, например, которые вы видите у нас сейчас на экране. Это графики из D3. Вот, мы с вами можем создавать диаграммы санки, потоковые диаграммы, делать какие-либо кастомные визуализации. И самое интересное – это то, что данные, они приходят из Tableau. И, используя JavaScript APIs, мы их просто добавляем в какие-либо визуализации, построенные на D3. Вот, и давайте посмотрим с вами, как происходит вообще процесс использования D3. Первое – у нас с вами есть визуализация в Tableau. Мы с вами забираем данные, то есть мы с вами используем функцию GetData, чтобы получить доступ к полным данным. И мы их отправляем в D3-визуализацию. Вот, и давайте с вами я посмотрю на один пример. Вот, он мне достаточно нравится. Вот, опять же, пример с использованием встраивания Tableau и визуализации D3. Вот, здесь вы видите такую маленькую визуализацию, которая посвящена различным фестивалям и различным диджеям, артистам, которые выступали на этом фестивале. Вот, я могу с вами выбрать, например, Адам Бейера. Хороший диджей, мне нравится. Вот, и мы с вами видим, что он выступал на Качеле в 2016 году. И у нас с вами есть визуализация в D3, которая позволяет нам смотреть на взаимоотношения между Адам Бейером и любыми другими диджеями. Вот, ну и также можно ее так зацепить и прокрутить. Мне кажется, этим можно заниматься бесконечно, но давайте с вами опустим сейчас этот момент. То есть вы видите, что у нас слева есть Tableau Dashboard. Мы берем данные из Tableau Dashboard, кликаем, и у нас с вами появляется D3 визуализация, которая основывается на вот этих данных. Вот, ну и также можем с вами выбрать какой-то другой фестиваль. Давайте посмотрим на фестиваль в Берлине. Вот, ну и мы с вами видим всех диджеев уже, которые выступали на этом фестивале. Можем даже выбрать двух. Ну и также видим взаимоотношения между этими двумя диджеями и какими-то другими. Вот, мы сейчас с вами разобрали пример того, как можно интегрировать визуализацию в Tableau с библиотекой D3. Вот, ну и в заключение, что хочется сказать. JavaScript APIs помогает нам строить дашборд и кастомизировать функционал. Вот, мы объединяем функционал Tableau с веб-объектами. Мы даем возможность веб-элементам, такие как кнопки и фильтры на вашей HTML-странице, контролировать дашборд. Вот, ну и последнее. Мы вносим изменения к данным за этим дашбордом, основываясь на действиях пользователя. То есть, таким образом мы можем, опять же, выгружать эти данные и расширять возможность Tableau с использованием визуализации в D3. То есть, не нужно заморачиваться и строить очень сложные визуализации в Tableau Desktop. Вы просто можете использовать JavaScript APIs для того, чтобы сделать какую-либо санки-диаграмму, потоковую диаграмму, вот, такую визуализацию, которую я вам только что показала. Вот, ну и впоследствии, конечно же, для чего мы используем JavaScript API? Это для того, чтобы сделать наш клиентский портал или внутренний портал. Вот, как вы видите, у нас с вами… Возвращаемся к примеру кейсе. У нас доступно наше меню аналитики. Соответственно, каждый пользователь зарегистрированный юзер на Tableau Server, и у него есть различный доступ к дашбордам, row-level security. И с использованием JavaScript APIs мы можем с вами не только встроить дашборды, но и настроить различные другие функции. Вот, теперь мы с вами перейдем к рубрике «Вопрос-ответ». И мои коллеги сейчас мне напишут самые распространенные вопросы, которые были заданы в ходе вебинара. Я сейчас себя поставлю на мьют и вернусь через секунду. У меня возникло небольшое недопонимание. Был задан вопрос. Добрый день, где можно посмотреть пример дашборда с анимацией в презентации дашборд с мусором? Я бы хотела попросить того человека, который задал этот вопрос, перефразировать его и написать его еще раз. А пока мы с вами ответим на следующий вопрос. В каких отраслях наиболее часто используется Embedded? На самом деле нет каких-то определенных индустрий, индустрии и отраслей, где все наши клиенты используют встраиваемую аналитику. Нет, такого нет. У нас даже финансовый сектор используют и e-commerce, консалтинговые фирмы, рекламные агентства. То есть это все зависит от случая и вообще от того, что нужно вашим внутренним пользователям и вашим клиентам. Коллеги, мне кажется, мы поняли про вопрос первый. Вот этот дашборд про мусор в океане. Правильно вы это имели в виду? Да, ну мы с вами решили этот вопрос. Это, опять же, дашборд, который выиграл рубрику Visa of the Day. Он опубликован на Tableau паблике в разделе «Галерея». И поэтому я советую вам обязательно обратиться к этому ресурсу. То есть не по части встраиваемой аналитики, а просто для того, чтобы получить какое-то вдохновение о том вообще, что возможно в Tableau. В частности, этот дашборд мне очень понравился, потому что там есть какие-то анимационные элементы, там двигаются волны. И я сама скачала этот дашборд, я посмотрела, как он был сделан. И, насколько я понимаю, девушка хостит как раз это изображение на AWS. И таким образом она загружает это в Tableau как элемент веб-страницы. Вопрос. Где можно посмотреть пример использования BED с Tableau JavaScript API с сохранением возможности использования Responsible размеров и смены Desktop по Tablet Mobile? Смотрите, у нас есть определенный набор различных порталов, которые я вам сегодня показала. Понятное дело, есть намного больше, но я как понимаю, то, что вы хотите посмотреть, это, опять же, как выглядит дашборд на различных мобильных устройствах, правильно? И это скорее больше такая клиентская история. И у нас, к сожалению, внутри компании нет доступа к дашбордам на различных устройствах. Но что еще хочется добавить, это то, что я забыла сказать, для того, чтобы встраивать дашборд в мобильные устройства, у нас есть Mobile Bootstrap, который вы можете скачать на GitHub, и используя это, вы можете встраивать уже дашборд на мобильные устройства. То есть там процесс идет немножечко по-другому с точки зрения оптимизации этого дашборда. Коллеги, есть еще какие-то вопросы? Какие есть особенности с правами пользователей при встраивании дашборда не из публичного табло? Смотрите, во-первых, что хочу сразу отметить. Какие пользовательские разрешения вы настроили на табло сервера, такие и будут отображаться уже непосредственно в вашем портале. То есть если вы, например, запретили пользователю доступ к определенному дашборду, у него не будет доступ к этому дашборду, даже если он будет опубликован в вашем портале. Потому что когда мы с вами логинимся в портал, мы с вами используем наше имя-пароль для табло сервера. Правильно? Также можно использовать стандартные функции role-level security в табло и уже преднастраивать права пользователей на основании role-level security. Давайте подождем еще немножко, если у нас появятся какие-то дополнительные вопросы. Так, насколько я понимаю, вопросов больше нет. Но давайте я сразу, чтобы не тратить время, я вам покажу различные ресурсы, которые вы можете использовать. Я, к сожалению, их заранее не подготовила, но давайте с вами быстренько найдем. Это первое – это табло JavaScript API тренинг. Давайте его с вами найдем. Как вы видите, у нас на сайте достаточно много ресурсов. То есть мы с вами можем посмотреть какие-либо видео, которые тоже делают различные демонстрации вообще JavaScript, APIs и табло. То есть у нас есть онлайн-видео. Также можно, например, посмотреть отдельную страничку, которая посвящена вступлению JavaScript API. Давайте с вами найду конкретно уже репозиторий на GitHub. Вот, потому что… Секундочку. Так, вот это то, что я искала. Tutorial. Вот, как вы видите, мы с вами можем взять и нажать кнопку «Начать tutorial». У нас есть сниппеты различных функций, различных кодов. Мы можем с вами взять и запустить этот код и посмотреть, например, что будет происходить. Вот, мы с вами используем этот код для того, чтобы встроить дэшборд. Например, у нас есть сниппеты различных функций для того, чтобы отфильтровать какой-либо дэшборд, переключение дэшбордов и различные другие функции. То есть вы можете посмотреть на этот тюториал, чтобы разобрать какие-то функции более подробно. Вот, давайте с вами перейдем на GitHub репозиторий. Вот, и там уже больше такая девелоперская история. То есть у нас есть с вами сэмпл-код. Вот, как вы видите, все примеры, которые я вам сегодня показывала, например, фильтрация, экспортирование в PDF, простое встраивание, например, GetDataBasic, то, что мы с вами сегодня разобрали, SelectMarks, все это доступно здесь. Вы можете взять и посмотреть различные ресурсы, которые относятся к таблу JavaScript API. Соответственно, посмотреть, опять же, различные видео, которые объясняют вам различные функции еще раз. Поэтому, если вы хотите еще какие-то вещи посмотреть более подробно, советую найти наш репозиторий на GitHub. Вот, у нас, по-моему, пришел еще один вопрос. Если необходимо предоставить доступ пользователям вне сервера, отдельный тип лицензий? Смотрите, что хочется сказать по поводу лицензирования. У нас есть отдельная политика лицензирования на встраиваемую аналитику. Вот, то есть это то, что вы тоже можете обсудить за своим аккаунт-менеджером. Вот, но это, опять же, зависит от того, какое количество пользователей у вас. Поэтому это все нужно смотреть и сравнивать. Но на чем хочу еще раз акцентировать внимание, это то, что в табло у нас всегда один пользователь, одна лицензия. И то же самое относится к встраиваемой аналитике. Вот, у нас с вами осталось еще 5 минут для того, чтобы задать какие-либо мне вопросы, чтобы я на них смогла ответить. Давайте я еще немножечко подожду. Но если не будет каких-то вопросов, то с вами закончим пораньше. Спасибо. Вроде мы закончили с вами с нашей рубрикой «Вопрос-ответ». Вот, хочу сразу сказать, что вы получите запись этого вебинара в фоллоуап-мейле. Поэтому, если хотите еще раз его посмотреть, пожалуйста, обратитесь к этой записи. Вот, ну и мы с моими коллегами всегда доступны, если у вас есть какие-то вопросы по чести встраиваемой аналитики. И будем готовы вас поддержать в вашем первом проекте. Вот, и спасибо большое за внимание. Хочу еще раз напомнить, что у нас проходит табло-конференция в июне, в Берлине. И в мастер-мейле, которое вы действительно хотите посетить, у нас будет более 100 часов образовательных лекций и различных тренингов. Будут хенд-зона, тренинги, сертификации для любого уровня. Вот, ну и там вы сможете встретить меня, моих коллег, опять же, познакомиться с другими пользователями табло. И если у вас есть какие-то вопросы, то вы также сможете задать это нашим опытным консультантам уже непосредственно на конференции. Для покупки билета обратитесь, пожалуйста, к своему аккаунт-менеджеру или приобретите билет на нашем веб-сайте. И спасибо вам большое за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok